Озвучивая итоги работы за прошлый год, руководитель Ульяновского управления Федеральной антимонопольной службы подчеркнул, что количество выявленных нарушений по сравнению с 2016 годом выросло почти в два раза. При этом количество жалоб и заявлений в адрес ведомства снизилось в три с половиной раза. Как считает Геннадий Степанович, жаловаться стали меньше из-за того, что управление стало выдавать больше предупреждений. Это в первую очередь связано с тем, что введен уже второй год такой институт, как предупреждение, и мы им активно пользуемся, когда мы в отношении и хозяйских субъектов, и органов власти говорим и грозим пальцем, так не делается, и они исполняют эти предписания. Новшество прошлого года, предложенное правительством Российской Федерации в рамках реформы контрольных и надзорных органов, это публичные обсуждения результатов проверок с предпринимателями, которые направлены для диалога с бизнесом. Обсуждения проводятся каждым надзорным органам ежеквартально, а приглашения рассылаются по не менее ста адресам. Но, как отметил руководитель, на слушание приходят только два-три бизнесмена, остальные – представители органов власти и СМИ. Во время встречи руководитель УФАС объявил, что очередные публичные обсуждения должны состояться в управлении 8 февраля с 10 утра. Приглашаются не только представители власти и СМИ, но и бизнеса. Ирина Антонова, Юрий Конихин, Новости Ульянской правды.